В России с прошлого года существует три формы рубля. Это наличные, купюры и монеты, которые хранятся у нас в кошельке. Безналичные – это средства на счетах в банке, ими можно пользоваться с помощью пластиковых карт и приложений. И третья форма – цифровая. Это средства на счетах виртуального кошелька. Все три формы эквивалентны. Один реальный рубль равен одному безналичному рублю и одному цифровому рублю. Технически цифровой рубль представляет собой уникальный цифровой код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе Центрального банка. Именно Банк России и выпускает цифровые рубли. В этом отличие от криптовалюты, у которой нет единого центра, контролирующего поток средств. Этот эксперимент, который обсуждался уже давно, как эксперимент в 2023 году он активно стартовал. Сейчас в нем участвуют 16 банков и около 400 лиц, которые вот такой, знаете, регуляторной песочницы, пытаются установить, как это будет работать. Но эксперимент, который набирает обороты, потому что это уже в законодательстве, это явление, и с этим нужно научиться работать и пользоваться. Появляются отдельные механизмы, которые предусматривают, а как использовать, в том числе при завещании. У меня есть цифровая валюта, могу ли я завещать? Раньше это был пробел, сейчас государство сказал, что можно завещать. С этого месяца цифровые рубли можно завещать. Это делают в банке через соответствующее распоряжение с участием нотариуса. Правда, в массовый оборот цифровой рубль еще не вошел. Я, конечно, статистику не веду, но я еще не сталкивалась с тем, чтобы простые граждане именно осуществляли пользование цифровым рублем. Это скорее больше речь идет о компаниях и в основном компаниях, активно участвующих в государственном секторе, то есть либо принадлежащих полностью или частично государству, либо сотрудничающих с государственным сектором. Цифровая форма денег необходима в большей степени государству и регулятору. Для контроля за движением денежных средств, для удобства расчета, в том числе выделения субсидий, распределения бюджетных средств и так далее, гораздо быстрее и удобнее это делать, в том числе, чем просто безналичными переводами. Потому что безналичный перевод – это лишь форма денег, а здесь каждый цифровый рубль имеет свой уникальный код, он подлежит учету, контролю, и таким образом контроль проще. Для граждан пользование цифры будет дешевле, поскольку безналичный расчет – это взаимодействие с банком, который может брать комиссию за переводы, эквайринг для бизнеса, а цифровой рубль облагаться дополнительной платой не будет. Поэтому каждый сможет выбрать, какую форму рубля использовать. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Игорь Казановский. События.